Я приехал в Петербург впервые чуть больше пяти лет тому назад. Так тут и остался. С тех пор бордюры для меня превратились в поребрики, а шаурма стала шавермой. Она действительно вкуснее. Но стал ли я петербуржцем? А главное, что такое геном петербуржца? Будем выяснять вместе. А пока что добро пожаловать в Санкт-Петербург. Петербуржцы внимательны к деталям во всем. В отношениях, в высказываниях, одежде. Выдержанный аристократичный образ. Вне зависимости, впереди долгая дорога или просто вышел из парадной выбросить мусор. Здесь появились первые джинсы на гостинке, первые фарцовщики и первые пластинки роллинг-стоунс. Курица не птица, Финляндия не заграница. Близость к Европе оставила свой отпечаток на геноме местных жителей. Петербург очень интересно, ведь он город российский, но не совсем российский. Вроде как Европа, потому что европейская великолепная архитектура. И когда приезжают европейцы, они говорят, мы вроде как дома, все похоже, итальянские архитекторы строили город, замечательно. Но опять же не Европа. То есть Петербург, он всегда на перепуте, и мы всегда чуть-чуть немножечко сомневаемся, кто мы и как мы. И все же северяне строже, лаконичнее, слова короче, напитки покрепче. Однако неофициальным гимном Ленинграда считается совсем другая песня, написанная и исполненная еще в 63-м петербуржцами до мозга костей. Дождь по асфальту рекою струится, дождь на фонтанке, дождь на небе. Дворы-колодцы, сочетание жутких коммунальных квартир и блистательных фасадов. Это город-контраст, самый вымышленный город на земле, где местные обитатели говорят на каком-то своем языке. Обобщить довольно трудно. Вот что касается куры и гречи, то появление этих форм, ну, наверное, лучше всего характеризует петербуржца как человека высокой культуры. Как не смешно. Говорящий греча, да, он считает, что гречка – это слово разговорное, что кура – это уважительно, а курица – это тоже по отношению к этой птице неверно. Здравствуйте, а у нас коротенький вопрос. Продолжите фразу, знакомую из детства. Жадина, говядина? Пустая шоколадина, с сосисками подбитая, чтобы было несердито. Вы в Петербурге родились? Да. Пустая шоколадина? Пустая шоколадина. Жадина, говядина? Соленый огурец. Соленый огурец. Откуда приехали в Петербург? Из Омска. Турецкий ворован. Вы из Москвы? Да. Спасибо. Жадина, говядина. Продолжите, пожалуйста. Пустая шоколадина. То есть ленинградец. Ну, допустим так. Но дело даже не в этом. Наум Синдаловский – первый в своем роду коренной ленинградец, автор десятков книг о мифах и легендах города на Неве. Самый известный современный исследователь петербургского фольклора. Посуществует такой любопытный анекдот. В метро входит девушка. Молодой человек тут же встает. Девушка садится и обращается к молодому человеку. Вы петербуржец? Да. А как вы узнали? А вы уступили мне местным. И в свою очередь он спрашивает, а вы москвичка? Да, но как вы узнали? А вы не сказали мне спасибо. Манана Гагетидзе – внучка известного ленинградского композитора Андрея Петрова. Кот петербуржца у нее в крови. И это выражается в обращении к старшему поколению, в неспешной речи с четким выговором всех букв и даже в чайной церемонии. И прабабушку помню, ну и естественно дедушка. И выходя там, не знаю, на улицу, проходящему дворнику, можно бы сказать, добрый день, приятного дня. Это мягкость, это доброжелательность, это никогда не повышение голоса, никакой грубости, вежливая сдержанность. Сценарист, режиссер Митек. Виктор Стихомиров уверен, петербуржцем его сделал город. Все, и ландшафт, и климат, особый выговор, и круг общения. И вот ты уже волей-неволей свой в этом городе. Я думаю, что это интеллигентность в первую очередь, во вторую очередь настраженность некоторая. А некоторая настраженность приводит к тому, что человек, в общем-то, развивается. Взаимоднашения между людьми. Более склонность к дружбе, например, даже к какой-то более подлинной любви. Любой город меняет людей, но именно Петербург прививает свой геном основательно и в то же время непринужденно. И заключается это не только в том, что перестаешь называть поребрики бордюрами, а шаверму, шаурмой, но и в другом. Культура поведения и любовь к своему городу. И вот, например, только в Петербурге на ваш вопрос не подскажете, как пройти к Эрмитажу. Не только подробно объяснят, но еще и проводят. Юрий Щербаков, Пульс города. Россия. Нет, 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 нет.